Добро всегда возвращается. В этом уверен основатель Кишиневской группы взаимопомощи Алексей Школьников. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Сегодня мы хотим поговорить о группе, которую вы создали на Фейсбуке, где любой желающий может помочь нуждающимся. Скажите, что вас подвигло на создание подобной группы? Ну, я эту историю рассказывал уже неоднократно. Группа возникла в январе 2014 года, когда на улице стояли очень сильные холода, до минус 20. У автолюбителей возникла идея подвозить пешеходов, которые в то время замерзали на остановках общественного транспорта. И, в общем, чтобы они в тепле и в комфорте доехали до работы, до дома или куда им там нужно. Сейчас этой проблемы нет. Появились уже другие запросы. Какого рода помощь просят в этой группе люди? Сейчас, да, группа расширилась существенно на свои рамки. Задача подвоза пассажиров уже не стоит. Люди обращаются с самыми разными проблемами. Это могут быть чисто бытовые вопросы. Посоветуйте там сантехника, посоветуйте хорошего репетитора, посоветуйте мастера для ремонта такой-то бытовой техники. До совершенно сложных вопросов, как, допустим, лечение детей, лечение больных родственников и так далее. Если мы говорим именно о каких-то сложных вопросах, такие как помощь малоимущим, к примеру, или там действительно помощь в лечении. Такие люди, такие больные, нуждающиеся, они сами вас находят? Или обычно вы выходите на какую-то информацию? Как правило, находят нас сами, потому что группа, в принципе, уже довольно известна. И эти люди через знакомых, через друзей, иногда им просто на фейсбуке советуют, они когда пишут, вы знаете, у нас такая-то проблема, им пишут, обратитесь к Кишиневскому группу взаимопомощи. То есть, как правило, они находят нас сами. В вашей группе, я знаю, есть определенный регламент. Почему были созданы правила? Ну, правилами их назвать сложно. Это скорее описание группы, в котором регламентируются те или иные темы, которые мы там можем освещать. То есть, практически полностью под запретом несанкционированная реклама. Мы готовы размещать рекламу, но при участии, что если кто-то поучаствует в наших акциях. Потом, кроме того, запрещены публикации поиски и рендежилья, покупки, продажи. То есть, все, что не связано с взаимопомощью. Потому что, ну и кроме того, мы вопрос с помощью животных выделили в отдельную группу для того, чтобы эта площадка лента, поскольку она одна, была наиболее полно задействована. Потому что мы не можем, к сожалению, ленту как на другом форме разделить на определенные темы и освещать в той или иной теме тот конкретный вопрос. Поэтому одна группа осталась для людей, другая для животных. Мы знаем, что иногда возникают конфликтные ситуации, когда вы, Алексей, удаляете какие-то определенные посты. С чем связаны подобные конфликтные ситуации? Расскажите. Ну, честно говоря, последние конфликтные ситуации я не помню. Самая последняя конфликтная ситуация была, наиболее острая, это вот как раз, когда я принял решение разделить группу, разделить вопросы, которыми она занимается, на помощь людям и на помощь животным. Вот тогда, когда я уже был вынужден по 5-10 раз повторить те же самые мысли, сказать людям, давайте как-то мы будем разделять эти вещи, и чтобы наиболее полно задействовать наш ресурс, мы разделим эти группы, были несогласны. Чтобы людям было проще находить информацию. Да, да, да. Ну, люди были несогласны, и просто спор уже переставал быть конструктивным, и приходилось удалять эти посты. Алексей, ну, благодарных людей все-таки больше? Ну, в принципе, да, немало. А многие люди присоединились к вам и также помогают нуждающимся. Да, причем люди, у нас на данный момент 6352 человек. Соответственно, ну, активных там, конечно, гораздо меньше. И люди ведут себя в группе совершенно по-разному. Кто-то приходит и начинает присоединяться к уже имеющимся акциям, подключаться к участию в них. А другие люди сами, то есть они только включились в группу, вступили в нее и сразу же организуют какую-то акцию. Допустим, Михаил Корзан, я этого человека даже не видел, я потом вам скажу, в чем еще плюс этой группы. Он в первый же день, когда он вступил, он организовал акцию помощи бедной семье, малообеспеченной северо-молдовы, и дошло до того, что люди собрали им не только помощь, а кто-то еще им предоставил даже дом для бесплатного проживания, готов был там их прописать. Это было в марте этого года. И в чем... Это уже значительная помощь. Да. Действительно. И эта группа, она, можно сказать, где-то может быть даже самоорганизующейся, потому что есть какие-то центры принятия решений, кураторы, которые заявляют о какой-то проблеме, вот у нас так появилось, и, соответственно, они уже дальше курируют какую-то акцию. Я многих людей даже не видел, то есть они ведут все от нуля, то есть они заявляют о какой-то проблеме, говорят, что нужно, собирают помощь и раздают его. Соответственно, мы, конечно же, следим за тем, чтобы все было более-менее прозрачно, чтобы было понятно, куда это идет, а не было каких-то попыток смошенничать. Хотелось бы спросить, есть ли какие-то конкретные люди, кому помогаете вот в данный конкретный момент? Ну, понятное дело, что всех перечислить сложно. Хотя бы кто-то. Да. В данный момент так получилось, что мы помогаем детям. Во-первых, мы сконцентрировались на помощи Еве Фроловой, маленькой пятилетней девочке из Дубасар, которая страдает пороком сердца. Ее недавно приоперировали в Москве. Этой девочке требуется очень дорогое лекарство. Мы, благодаря Лиле и Флоре, нашли его в Турции по цене, которая в три даже, да, в четыре раза меньше, чем в России. Мы готовы, уже собрали более пяти тысяч долларов на шесть упаковок этого препарата, который ухватит на год. Второй случай, к сожалению, у нас не все так гладко. Бывают случаи, которые мы просто, быть может, нам не хватает времени, или ресурсы группы не позволяют полностью покрыть все потребности людей, которые нуждаются в помощи. Есть мальчик, его зовут Влад Завадский, ему исполнится в этом году 8 лет. Он год-два года назад попал в аварию, у него очень серьезные повреждения головного мозга. К счастью, одна из немецких клиник готова его вылечить. Ребята собрали на первый курс реабилитации, который закончился буквально недавно, около 30 тысяч евро. Слава Богу, помог один из бизнесменов, он дал где-то около 24 тысяч. Остальное собрали в группе и в благотворительной ярмарке. Но, к сожалению, этого мало. Клиника выставила новый счет, 23 тысячи евро. Что смогли? Куратор этой акции Алиса Булкина буквально за 15 дней собрала 6 тысяч 300 евро. Это огромная сумма. Но, к сожалению, еще не хватает 18 тысяч. И мы надеемся, что случится снова чудо. И, быть может, кто-то откликнется на наш призыв и поможет этому мальчику восстановиться. А как можно присоединиться к вашей группе и тоже стать участником? Очень просто. Facebook, строка поиска, Кишиневская группа взаимопомощи, она сразу появится в результатах поиска. Отправляете заявку на вступление в группу. Дальше администратор, я или Яна Михеева, второй администратор, вас одобряет. Ну, в принципе, мы сейчас говорили о механизмах помощи непосредственно, скажем так, в интернет-варианте. Но я знаю, что вы время от времени собираетесь в качестве своеобразных офлайнов и в рамках мероприятий определенных. Также собираете какие-то определенные денежные вливания. Ну, Дмитрий, вы об этом можете рассказать не хуже меня, потому что вы участвуете в одной из наших акций. В частности, мы провели несколько, две, по-моему, благотворительные игры. Квиз называется, ну, это что-то вроде брейн-ринга. И, кроме того, последняя наша вот такая вот встреча неформальная, это был конкурс караоке. Конкурс прошел просто на ура. Мы, опять же, собирали деньги Еврефоровой на реабилитацию послеоперационную. Собрали существенную сумму, 500 евро, 10 тысяч леев и 4 700 чем-то леев, уже точно не помню. Присутствовали звезды различные, Дмитрий присутствовал, певица присутствовала, Кристи Руши, другие были заименитые участники. В общем, все прошло просто замечательно. И, кстати, наш премьер подхватили другие. И я знаю, что уже, как минимум, еще один был благотворительный конкурс караоке. И, как бы, идея пошла в народ. И, слава богу. Далее, планируются ли подобные мероприятия? Да, конечно. Я думаю, что, возможно, где-то в мае или в июне. Дело в том, что у группы есть определенный ресурс. То есть, когда ты начинаешь кого-то просить о помощи, идет активность, которая со временем начинает спадать. Потому что достигаем определенного предела. И, как бы, надо дать немного, выдержать небольшую паузу, чтобы люди отдышались, чтобы они заинтересовались новой акцией. И снова готовы были участвовать в них. А чем, кроме денег, люди могут помочь в этой группе? Какую непосредственную помощь предоставить? Что, кроме денег, требуется? Чем угодно. Самая разумрозная помощь. Наиболее часто люди готовы поделиться вещами. То есть, они... Тормальные вещи, выросли из них дети. Вышла одежда из моды. Но вещи нормальные, целые, которые можно, в принципе, отдать нуждающимся, они предлагают их группе. А потом одной бабушке, другой участник нашей группы, совершенно бесплатно установил окно. То есть, окно выкупили, он установил, там штукатурил стены, еще что-то. То есть, помощь может быть абсолютно разная. Кого там нужно подвезти? Кому-то нужно купить, может быть, где-то лекарство за границей. Кто-то там находится и может оттуда и привезти. Кому-то починить сантехнику. Кому-то починить сантехнику. Все, что угодно. То есть, в принципе, нет необходимости вытаскивать деньги из кошелька, тем более, что учитывая ситуацию экономическую в нашей стране, далеко не у всех есть подобная возможность. По-разному, бывает по-разному. То есть, последний случай, когда мы нашли сантехника, он просто взял гораздо меньше, чем за это платят, ну, чем среднерыночные цены. Но сделал все нормально. Да, безусловно. Что ж, Алексей, спасибо вам огромное за информацию, спасибо вам за благие намерения, за то, что вы создали такую замечательную группу, в которой действительно люди помогают и получают помощь. У нас в гостях Алексей Школьников, ну, а вы можете присоединиться к Кишиневской группе взаимопомощи в Фейсбуке. Ну, а прямо сейчас, дорогие друзья, предлагаем узнать, чем будет для вас интересен день сегодняшний, об этом, как всегда, расскажут звезды. Субтитры подогнал «Симон»